Последний император умер Карл Лагерфельд. Казалось, он был всегда и всегда будет. Не забывайте, у меня пожизненный контракт с Шенелл. Напоминал он начальственные слухи об уходе с поста главного дизайнера знаменитого французского дома. Сегодня, 19 февраля, контракт был исполнен до конца. Карл Лагерфельд скончался в американском госпитале в Париже. Известие вспоминают великого немца, заново создавшего французскую моду. Всего несколько месяцев назад мы отмечали его 85-летие величественной седовласой гений. Назвать его старцем просто не поворачивался язык и не поднималась рука. Кажется, ни у кого был, как всегда, бодр и полон планов. И даже отсутствие его на показе новой коллекции. Шенелл на последней неделе моды в Париже не вселило каких-то опасений легкое недомогание, не более. Но время неумолимо и жестоко. Великий модельер, странный мечтатель, один из самых неординарных людей культуры ха-ха-столетия ушел от нас навсегда. Лагерфельд. Фото. Ройтез. Бенуа Тессия. Агент влияния. Карл Лагерфельд как международный человек-загадка. Великий модельер за словом в карман не лезет. Сам факт того, что главным творцом французской моды более полувека был немец, сын почтенного гамбургского торговца, удивлял многих. Сам Лагерфельд, впрочем, любил уверять, что жизни ему подарил некий шведский дворянин собственную биографию он кроил с не меньшей смелостью, чем свои революционные творения. Собственно, даже точный год его рождения так и остался неизвестным то ли 1933, то ли 1935. Впрочем, еще 10 лет назад сам маэстро положил конец домыслам, прямо заявив в интервью, что его истинный возраст навсегда останется тайной. Такой же, видимо, как и источник его удивительной фантазии невероятной даже по немецким меркам трудоспособности. С фотографий 1950-х на нас глядит улыбающийся парень с простоватым лицом и непослушным коком еще черных волос над олбом. Таким был Лагерфельд на заре карьеры, начиная работать ассистентом в уважаемых домах. Тогда он явно стеснялся и самого своего имени называл себя в профессиональной среде Ролан Карл. Его первые опыты на парижских подиумах поругивали в конце 1950-х. Как недостаточно кутюрно и глядя сегодня на фото с тех полузабытых показов, можно только искренне недоумевать строгости тогдашних критиков. Его классические коллекции для Chanel и Fendi давно служат учебным пособием для молодых модельеров, обширный же каталог одежды и аксессуаров под собственным именем. Вне зависимости от года выпуска конкретной вещи смотрится абсолютно вневременным. Лагерфельд. Карл Лагерфельд в конце своего показа мод французского модного дома Chanel в Париже фото Reuters Benoit Tessier, дом, который построил в Орд, первый кутюре и Парижа не был французом. Человек, создавший современную моду. Но, наверное, самой удивительной чертой Лагерфельда человека в контексте современности была его абсолютная смелость. Он не боялся называть вещи своими именами, не боялся прямо говорить все, что думал без оглядки на искусственные нормативы пресловутой политкорректности. Вечный новатор и первопроходец во всем, что касалось эстетики. Он высмеивал диковинные новации вроде манекенщиц. Худых моделей называет отвратительными толстухи, сидящие перед телевизорами с пакетами чипсов, или истерические компании по борьбе с сексуальным харассментом. Удивительно, что Старлеткам удалось вспомнить о случившемся лишь 20 лет спустя. На него, разумеется, обрушивался град обвинений. Многие из блюстителей нравов сегодня, возможно, чувствуют себя не вполне удобно, но что ему было до каких-то скучных упреков. Он существовал в своем мире и в своем пространстве, в котором были Шупет, его любимая кошка и соавтор. Он даже сетовал, что жалеет об одном, что не может на ней жениться, любимые модели и, конечно, любимая работа. Гетти Имиджез. 104 миллиона 92 тысячи пятьсот восемьдесят девять. Известный модельер Карл Лагерфельд скончался в американском госпитале в Париже во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет. Известия вспоминают, с чего начинался творческий путь кутюрия, который заново создал французскую, да и не только французскую, моду фото. Гетти Имиджез. Wire Image. Мишель Дуффер. 01 подчеркивание Лагерфельда подчеркивание Гетти МС703588725. Будущий великий модельер, на фото ему 21 год, после победы в одном из своих первых конкурсов в Париже в 1954 году. Рядом с ним модель, облаченная в созданное им пальто. Именно этот конкурс, организованный Международным секретариатом шерсти, принес Лагерфельду должность ассистента в модном доме Пьера Бальмена. Фото. Гетти Имиджез. Халтен Аркайв. Кейстоун. 02 подчеркивание Лагерфельда подчеркивание Гетти МС541035999. Карл Лагерфельд за работой. 1961 год. Фото. Гетти Имиджез. Алстайн Байлд. 04 подчеркивание Лагерфельда подчеркивание 19731129 подчеркивание Гав подчеркивание У39 подчеркивание 004. Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге в семье обычного торговца и только в середине 1950-х переехал в Париж. Фото. Global Look Press slash TPA slash Picture Alliance slash Bertram. 03 подчеркивание Лагерфельд. LLC. Фото. 035 подчеркивание Лагерфельда подчеркивание 007. Модельер в своей парижской студии весной 1979 года фото. Global Look Press slash Picture Alliance slash Roland Widжел. 05 подчеркивание Лагерфельд. Б necessитие immac predators. За работой в студии марки «Клоуи» в Париже, 1983 год. Си. Марко Кутюрье сотрудничал с начала 1960-х фото «Гетти Имиджес» слэш «Сигма» слэш «Пиэр Волфи» 06 подчеркиваний Лагерфельда подчеркивания «Гетти Имэгэс» 526748192. Карл Лагерфельд с сестрами «Фенди» 1983 год. Он оставался главным модельером итальянского дома «Фенди Си» 1965 года и вплоть до своей смерти фото «Гетти Имиджес» слэш «Корбайс» слэш «Витториано Растоли Риан» underscore 398464. В 2009 году Карл Лагерфельд представил коллекцию марки «Шенел» Париж-Москва в Государственном Академическом Малом Театре Фото, РИА Новости, Екатерина Чеснокова 07 подчеркиваний Лагерфельда подчеркивания 201 00603 подчеркивания завпочеркивания В01 подчеркивания 014. В 2010 году за вклад в культуру и искусство Карл Лагерфельд был награжден Орденом Почетного Легиона одной из самых престижных наград во Франции. На фото, модельер вместе с президентом Франции Николай Саркази и его супругой Карлой Бруни Саркази во время церемонии награждения. Фото 10 подчеркиваний Лагерфельда подчеркивания Getty MS476608423 На подиуме с моделью Киара и Делевинь после показа коллекции. Шенел Осень-зима в рамках Парижской недели моды. 2014 год. Строгие черно-белые цвета, костюм тройка, кожаные перчатки и темные очки стали визитной карточкой модельера фото. Getty Images, Франсуа Джуранд 09 подчеркиваний Лагерфельда подчеркивания ТАСС подчеркивания 15516511 Карл Лагерфельд оставался главным модельером легендарного французского дома. Шенел С 1983 года. С маркой у него был пожизненный контракт фото. ТАСС слэш АП слэш Рамонас Пиноза Разумеется, он был элитарен насколько. Впрочем, элитарен и любой творец высокой моды. Но Лагерфельду никогда не изменяло чувство юмора. Меня следует называть лейблфельд. Я же ходячий лейбл. И всегда при нем было довольно редко в его индустрии желание приобщить к прекрасному. Как он его понимал и творил как можно больше людей. Отсюда и коллаборации с демократичными брендами. Отсюда и доступны в принципе почти каждой женщине аксессуары и косметика. Отсюда в конечном счете и шупет идеальная дама сердца для престарелого Бен Вивана, не вызывающая лишней ревности у двуногих поклонников и поклонниц. Лагерфельд. Люди с белыми розами возле магазина модной одежды. Шинел. Слава Зайцев. Мода умирает. Стиль остается. Художник модельера басбуки хорошего вкуса, власти маркетинга и поводах для гордости. Конечно, для большинства его работы все же оставались недостижимой мечтой в витрине бутика или на страницах глянцевого журнала. Карл Лагерфельд не просто одевал знаменитостей, от Мадонны до членов королевских семей, он творил их образы, но в первую очередь он культивировал собственные. Собранные в хвост серебристо-седые волосы, неизменные перчатки на тонких аристократичных руках, темные очки в любое время дня и ночи и роскошные украшения на контрасте со строгим черным галстуком по степени своей узнаваемости Лагерфельд мог сравниться разве что с Элвисом. Впрочем, Пресли был всего лишь королем. Лагерфельда называли кайзером из-за монарши устать, из-за так и не исчезнувшей после десятилетий жизни работы во Франции немецкий акцент. Он, впрочем, не возражал, воспринимая легкую иронию прозвища как неизбежную составляющую успеха. Он умер, как и подобает истинному императору, на троне, овеянной ореолом легенд и славой совсем недавних побед. Те, кто претендовал и будет претендовать на его лавры, безусловно талантливы, амбициозны и храбры. Но вряд ли кто-то сумеет достойно занять освободившийся престол. Карл I останется в истории королевства моды Карлом единственным и несравненным. Карл I останется в истории королевства моды Карлом.